всем привет капу вынимаю дорабатываем тренировку утреннюю сегодня спарринги были последний раунд идет я провел 3-4 спарринга сейчас раунда 5 минут и чуть-чуть догоняюсь концовочку бегаю ребята работают в клетке гасану малатов вон ребята работают сейчас уже конца последний раунд от стены работаем вот ребята еще раз повторяю как бы отработал спарринги последняя работа я разгоняю как бы функционал кучу чуть я бегаю продышаться вот принципе все пока все идет по плану до боя 7 недель в принципе все с переменным успехом идет хорошо больше плюсов намного больше чем минусов есть конечно какие то уже под надоедают травмы какие-то вещи старые травмы которым там по два-три-пять лет десять лет уже чуть-чуть не приспосабливаешься их уже не замечаешь поэтому принципе их можно сказать что нет это стало просто моя какая-то особенность так все хорошо пока все нормально в силе без боев еще раз повторю иду на бой надеюсь вас порадуем своим выступлением ребят знаете для меня сейчас самое главное показать классный бой красивый мощный бескомпромиссный но я нет задачи сейчас там провозиться на полу как говорят там одеялом или еще чем-то во что бы то ни было выиграть разные периоды в жизни были сейчас период такой что просто хочется красиво классно продемонстрирует пенсии чему я что я могу чему научился многих годах сейчас на фоне усталости вам немножко рассказываю вот так в принципе все хорошо так ваши вопросы ваши вопросы как какие-то проводят отлично проходят вот их только тренирую в основном вот и зап this is last round тренинг today sparing day i hit for five minutes round and now i'm just run for the for my cardio со славом махачевым ребят честно не помню у меня блин башка такая должен быть знаком наверняка не спрашивайте меня после спаррингов ничего я сейчас свой адрес не назову сделал таланов еду на юси москва буду поддерживать спасибо ребят я надеюсь конечно я знаю что в зале будут хейтеры или друзья которые будут желать мне поражения но также знаю что большинство людей будет желать чтобы победил достойнейший и многие будут болеть за меня большинство будут болеть за меня потом принципе для них и будем стараться не для тех конечно кто нам хочет не гораздо сдав алексей хан звонил просил не душить его блин я с удовольствием это самое мы можем с ним договориться я вы не душу он меня не бьет или он меня только душ то его только бью и тут и тут вариант меня устраивать последние три боя хотели показать зрелищные у меня по были последние бои хорошие не помню какие три дамы спешно неплохой был бой был из junior альбини и в принципе из черта сам шел неплохо бой пока не пошла некрасивая игра с добиванием как бы туда получил оглушение в принципе и носить на минуту был немножко не состояние работать а еще неправильный переводчик был то есть когда я сказал что я готов драться переводчик начал переодить что все я отказываюсь от боя так на все нормально ханта бросать такого нереально тяжело ну во первых его вообще бросить практически невозможно его можно перевести только с моей стороны я могу только зато затащить либо на себя в лесу еще вниз только стаскивать не отрывать его от земли ужасный подъем нашем зале до тренируется все время готовится барбоза барбоза сейчас не в зале был в зале как оцените ханта ребят на самом деле хант очень крут в борьбе но не борьбе а в защите от борьбы то есть его даже очень хорошим борцами вспомните его не так много за всю карьеру вообще смогли забороть смогло если не ошибаюсь два человека его забороть всего за всю карьеру причем это такие выдающиеся ребята как гигард мусаши и федор емеляенко поэтому тот же кертис там многие другие несмотря на то что они как бы в борьбе доминировали сделать ничего не могли я понимаю этот тип людей я знаю действительно сверх тяжелым что-то сделать канат ержанов не понимаю что спрашиваешь приедь покажешь мне что я не так делаю может быть поможешь подучишь путь будет так же как с крокопом с крокопом не выйдет потому что каркопа можно было проходив ноги а ханта нельзя пройти в ноги но он до пояса 50 сантиметров у него сверх низкий центр тяжести очень устойчивый с толстыми ногами их просто вырвать невозможно маг дешевый тики недавно приехал принялся до маргариша здесь тренируется вот все время здесь готовился причем у него сейчас сложная задача потому что он тренируется зале вместе со своим соперником так получилось что они оба выиграли выше в следующий круг и сходится сейчас в бою если запасной вариант на случай травмы ребят ну честно это не мне думать а допустим юси думает мне задача мне максимально хорошо выставить да у нас утренняя тренировка 11 часов 52 минуты сейчас работаем он соперник твой спрашивают как драться вот магомед магомед керимов и соперник еще один боец на юси москва кжиштов передает передает привет а даму и а даму и эндиеву вы видели соперника до адама эндиева которого недавно подписали в юси вот что можно сказать по поводу бене юси м1 ну ребята отлично что юси пришло в россию юси любом случае с кем-то бы работала в россии с любым клубом но с клубом с историей который не один-два-три года показывает как бы себя достаточно такой нормальной историей который может показать все свои турниры может показать мероприятия попытки проведения как м1 там челлендж были м1 global проводили турниры когда были командные турниры отборы бойцов и так далее немногие эти могут похвастаться темно тем более не один-два года так чтобы это было там пять-семь-десять лет я думаю по этой причине выбрали м1 потому что они очень долгая организация которая уже давно здесь состоявшиеся сформировавшись и так далее у нас пареньки заканчиваются не ребят не надо убей фанта не будем пока убивать все наши тренера спортсмены держусь вот тег тигра молодая смотри какой зверюга тигрища просто тибрища да какой устал бы я за тобой я за тобой не успеваю просто не угоняюсь айолин кар другие тренера спортсмены вот наша банда сидит еще наш реном барау кто помнит чемпион лиги и все был на лишайшем весе и воскосы там мой спарринг партнер колени не очень колени не очень ребят побегу я ханта могу не выиграть не ну хотя могу и выиграть этому не сильно бегать для суставов что-то пью что не знаю хондропротекторы у нас не снимает носки юси шнур у настоящих показ пацанов даже носки юси ребят про тренировок я чуть позже бы рассказал то нужно рассказывать еще не могу отвлекаться чтоб тренер не ругался а у он а и ребят печень ханту я думаю не проверишь там у него такая бронь что вряд ли я пробью печень еще как-то по голове можно зацепить как-то я думаю по печени не верю я в свой удар апперкот в печень марселла гол денис марселла денис сей хай что это с выносливостью ребят ну не буду хвастаться сейчас своей выносливостью но чуть выше чем среднестатистическое на данный момент буду надеяться еще чуть-чуть это уши почему не сломаны ребят старался не ломать уши уши это не показатель маршинства или еще чего мастерства если честно уж это только физическая особенность есть и уши твердые которые ломаются есть мягкие которые не ломаются мои уши сколько и как ни крути они не ломаются на дачке да 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 нет ребят на категорию ниже я уже не пущусь только я не алексея алексея алексей это нервы решил над нами по измываться еще потянуть немножко он просто смотрит на магомеда Магомед Керимов, он очень свежий и думает, что все свежие. Из-за него дает нам дополнительную нагрузку. Ростов-на-Дону. Привет, большой Ростову. Как хан-то душить буду? Ребят, я думаю... Знаете анекдот, когда кто-то заходит, там человек висит. Веревка на пузе. Он говорит, а что ты делаешь? Вешивайся, что не на шею? Пробовал, задыхаюсь. Попробую его на пузо душить. И главный тренер American Top Team. Тима Ной, я не хочу. Ты готов? Тест. Три, один, два, три. Три, три. Делайте руки, делайте друг друга. Спасибо, парни. Будьте добры. Спасибо. А где Макс делался, парни? Без него как-то не очень тренируются. Спасибо. Духман. Ты. Спасибо. 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 фух все да джуниор сами тренируется еще один junior сапата 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 хороший парень крепенький очень ребят сегодня андрея нет андрей занимается иногда отдельно там по кроссфиту еще где-то и часто с нами работают донесать кто из снг в зале я вам показал еще одних это папарацци ходит просто хайки супер и панч и разы страйка еще один монстр вы знаете его вам привет от king mo why голубой he said you not guy you gay прикалывается ребята как могут девочки занимаются и тренер по кроссфиту джуниора до сантоса ребят тяжа иногда бывает зале человек 7 8 до 10 на тренировке бывает один хорошо тренируется у нас просто две тренировки 1 с 11 12 2 12 до часу что много ребят не помещаются на ковре перешел перешел ребят с анбарбоза не переживайте просто у нас несколько залов american top team их четыре ли пять здесь и они часто занимаются как бы в других залах а сюда приходят только на спарринге например тот же тайрон гудли он не прямо в нашем зале занимается он занимается в 20 километрах отсюда иногда приезжает инсан инсан а на хрена спрашиваешь украинец или русский у меня месторождение написано как бы ссср как бы если ты про это тренировки час час десять практически все одна тренировка в неделю в понедельник только в двухчасовая практически кто у вас извести тренируется ребят у нас около 20 человек юсишников 20 25 30 тренировки короткие но честно я занимался я уже много раз говорил я в россии занимался по два два с половиной часа надо по три и не скажу что я уставал устаю здесь меньше очень короткая тренировка но очень интенсивная именно по скорости по интенсивности она очень интенсивная а пацаны говорят при прием в этики можно попасть любителю профи кому угодно любой человек с улицы может прийти заплатить деньги и тренироваться как сагана спарринге по стойке естественно я его не догоняю в партере у меня с ним более-менее все хорошо ребят буду заканчивать эфир потому что мне нужно чуть-чуть доработать пять минут а с телефоном уже не могу а кондишна работает футболка мукрая обвалить мне нельзя меня ждут в россии на бой с хантом дарья беги татаев здесь вот волки тигры все здесь к кошки и собаки в обрятались щенки вот еще маленькая зверюга парень из стога зовут саид все всем с богом эфир смотрите на ю тубе выложу его можете посмотреть все всем всего хорошего с богом